Всем добрый день! Традиционно отвечаю сегодня на ваши вопросы по воскресеньям. Сначала немножко расскажу о себе. Я похудел на 77 кг за 11 месяцев за счет дробного правильного питания и небольшой физической нагрузки ежедневной. Сейчас показываю вам, как это делаю. Я до сих пор питаюсь так же. Подъедаю немножко, чуть больше за кадром, где-то яблоко съем, где-то темный шоколад могу съесть, где-то горсть орехов съесть. То есть, чтобы поддерживать свой вес. Вешу я сейчас 93-95 кг, вот в этих пределах весил под 170 кг. Смотрите мои ролики, повторяйте мои тарелочки и худейте так же, как я. Кто хочет более эффективно начать, приходите ко мне на марафон. Я провожу его в Телеграме, закрытая группа, где я все-все-все досконально объясняю, высылаю вам всю информацию по нашему питанию. Также смотрю, что вы едите, либо описание, либо фотография ваших тарелочек. И корректирую, если вы ошибаетесь. Ошибаются очень многие, особенно на первом этапе. И также группа, конечно, это дополнительная мотивация и поддержка. Намного эффективнее худеть в группе. Люди, которые уходят из группы, через какое-то время, как правило, возвращаются. Итак, отвечаю на ваши вопросы по воскресеньям. Добрый вечер, Игорь. Я в роликах у вас вижу, что вы кушаете бурый или черный рис и овсянку. Хочу спросить, овсянка это цельный овес? Видимо, такая же, как рис, никак не извельчены. Так ли это? Да, так. Действительно, цельное зерно. Можно купить в магазинах. Ну, как правило, очень мало где. В основном хлопья продаются. Любой хлопья, любая перемолотая крупа, даже медленный углеводцы, становится быстрым. Поэтому едим только цельное зерно. Можно купить на Озоне, на Валбересе. Напишите мне в личку, я скину ссылку, где я покупаю, если вам интересно. Так, добрый день, Игорь. Скажите, а почему нам нельзя желатин и агар-агар тоже нельзя? Агар-агар можно. Это растительный загуститель. А желатин нет, это тот же бульон, выворка из кости. Тоже содержит жиры, содержит холестерин. Не стоит нам его кушать. Хотя бы скажите, он полезный? Да, всё полезно. Я говорю, да полезны даже тыквы со свёклой. Но нам их тоже нельзя за счёт высокого гликемического индекса. Хотя бы на этапе похудения, когда вы уже будете на удержании, что-то можно себе позволить. И тот же желатин, и тот же свёклу. Но в пределах разумного. Игорь, добрый день, вы большой молодец. Хочу у вас спросить. Из молочных продуктов вы кушаете только сыр и творог. Только утром? Как употребляете фрукты? Да, из молочных только творог и сыр. И то творог не всем подходит. От молочки отёки. Это аллергенный продукт. У многих аллергия на молочку. Ещё больше будет отекать. Воду будет задерживать. Не стоит другую молочку употреблять. Ну, творог утром, как правило... Я пробовал его вечером есть. Отёки. Поэтому вот только утром творог. И то не всем. Остальную молочку не стоит. Как употребляете фрукты? Со второго месяца до 100 грамм фруктов с невысоким гликемическим индексом. К завтраку, пожалуйста. Так, смотрим дальше. Ещё есть вопросы. Но сегодня мало вопросов, на самом деле. Так. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про витамины, которые вы пьёте. Я пью D3. Дозировка 5000. Ну, сейчас я уменьшил. 2000. Кто приходит ко мне первые полгода, год, советую всё-таки 5000 дозировку пить. Также омегу-3 дозировкой 1000 миллиграмм. И на ночь магний. Ну и плюс те витамины, которые, может быть, нужны вам. Там, врач назначил или ещё что-то. Там, может быть, коллаген пьёте. Ну, у кого что. Разные есть проблемы у людей. Томатный сок покупной – это еда или питьё? Томатный сок покупной мы не пьём. Что бы это ни было. Это и не еда, и не питьё. Самодельный, пожалуйста, помидор на тёрке натерли. Вот вам соус для мяса. Но считайте его как свежие овощи. По весу, я имею в виду. И, конечно, его нельзя пить между приёмами. Только приёмы. И то не пить, а вот поливать что-то. Потому что стакана уже это будет слишком много. Сметана. Одна столовая ложка для подлива к мясу допустимо при тушении мяса? Нет, недопустимо. Молочку мы не едим. Даже вот йогурт какой-то утром добавляем. Это можно только добавлять в творог. Или в кашу. Но факт то, что не надо его на другие приёмы пищи оставлять. И тем более его запекать. Там что-то ещё нет. Не надо. Я обычно к мясу мариную мясо в своём соусе без сахара. Какао-порошок. Можно добавлять в творог? Нет. Керп можно. Это что-то наподобие какао. Растительная такая штука. Дерево. Не помню, как оно называется. Плоды. По вкусу очень похоже на какао. Даже чуть сладеньким кажется. Тыквенные семечки тоже вымачивать? Любые семечки, семена вымачиваем на ночь. Можете в интернете забить. Сколько времени замачивать те или иные орехи? У всех есть своё время. Там в среднем от 4 до 10 часов. Ну, в среднем я округляю на ночь просто. Так, а если испечь типа ПП тортика из отрубей? Крем, творог и граммовка около 300 грамм. Типа Старбакса. Значит, смотрите, утром не надо смотреть 300 грамм. Утром мы едим творога максимум 200 грамм. А лучше 180 плюс ложка йогурта. Вот. Если мы едем кашу, то это 150 грамм. И то лучше овсяную. Можно сделать тортик из отрубей, но только тогда его съесть можно до 150 грамм. И то, надо смотреть, как вы будете его готовить, какой рецепт. Игорь, добрый день. У вас есть диагноз СД-2 сейчас? Нет, у меня его и нет, и не было никогда. Но на марафон приходят люди с СД-2, и у них и сахар нормализовывается, и они худеют. Так что это питание подходит к диабетикам. Хотя некоторые, приходя, всё время говорят, что ой, мне врач сказал 3 раза питаться, чаще нельзя. Поверьте мне, можно и 5 раз питаться, а за счёт того, что порции маленькие, нет резких скачков инсулина. Потому что инсулин подпрыгивает, и бывает не только от быстрых углеводов, но и от больших порций. У нас, за счёт того, что питаемся часто, у нас порции маленькие. Если вы питаете 3 раза, у вас порция может быть 500 грамм. Тогда у вас инсулин вскочит. Так что, думаю, что если бы вы были в таком большом весе ранее, диабет, скорее всего, был бы поставлен. Вы знаете, диабет не только бывает от сахара, от лишнего веса и худые, диабетом болеют. Не факт. Это и много разных причин, которые приводят к диабету. Но дай бог, что я его не заработал, хотя сахар у меня был на грани уже по максимуму практически, когда я взялся за себя. Ну вот, собственно, и всё. Все вопросы, которые я хотел ответить. Сдавайте мне их под этим роликом или в пятницу под роликом, который я выпущу, чтобы вы задавали туда вопросы. Всем пока, всем здоровья. Приходите ко мне на марафон. Худеем дальше.